Не только позарился на чужой, но вовлек свои темные делишки подростка. Вскоре на скамье подсудимых окажется 18-летний уроженец Усьвымского района. По версии следствия, на территории Эжвы юноша совершил по меньшей мере три кражи в одном из супермаркетов города. Парень набирал в рюкзак товары, а затем выносил их, минуя к кассу. Куда злоумышленник потом девал похищенный и кто ему помогал, знает Антон Булаев. 1 марта в полицию обратилась представитель продовольственного магазина. По словам женщины, сотрудникам удалось за руку поймать воришку, который пытался пронести мимо кассы продукты и алкоголь. На выходе работники торговой точки преградили злоумышленнику путь и вызвали полицию. Незамедлительно на место происшествия выехали стражи порядка. Впрочем, дожидаться приезда правоохранителей юноша не стал, бросил рюкзак и попытался сбежать. Однако скрыться ему не удалось. Вовремя подоспевший оперативник сумел догнать и задержать воришку. Пойманного с поличным Несуна доставили в дежурную часть. Выяснилось, 18-летний фигурант уже не раз попадал в поле зрения стражи порядка и не так давно был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. Также он признался еще в двух кражах. По словам сельчанина, одно из преступлений ему помог совершить ребенок. Поясняю следующее, что, получается, хотел похитить продукты питания, так как на данный момент нетрудоустроен. Ранее привлекался к административной ответственности и совершал уже данное деяние по факту хищения имущества с магазина. Получается, чтобы провернуть данную какую-то операцию, его многие уже в магазине лицо знали. Он решил, чтобы ему оказали помощь несовершеннолетние люди, которые могут также перемещаться по магазину, менее привлекая к себе внимание. С необычной просьбой молодой человек обратился к случайному посетителю магазина, 12-летнему школьнику. Подростку злоумышленник пообещал материальное вознаграждение – 300 рублей, если ему удастся незаметно пронести рюкзак мимо кассы. Мальчик согласился, взял портфель и именную кассовую зону вышел из магазина, не оплачивая товар, тем самым совершил хищение продуктов питания и алкогольной продукции. Похищены были продукты питания, сырная продукция, конфеты, также был похищен коньяк, водка и средства личной гигиены, 6 шампуней. В итоге никаких денег он ему не передал, потому что мальчик покинул помещение магазина и, находясь уже на улице, понял, что совершил преступление, что поступил нехорошо, оставил портфель и ушел. Похищенный сыр и шампунь молодой человек продал случайным прохожим в полцены. Алкоголь и конфеты оставил себе. По факту двух краж и вовлечения ребенка в преступление в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Если вина парня будет доказана в суде, он вполне может оказаться в местах не столь отдаленных лет на 5.